Лули Вилма. Большой сборник из четырех книг. Книга 1. Боль в твоем сердце. Книга 2. Избавление от любых болезней. Книга 3. Целительный справочник. Книга надежда, книга спасения. Исцеление от любой болезни силой любви. Книга 4. Любовь лечит тело. Самый полный путеводитель по методу Лули Вилмы. Учебник здоровья. Книга 1. Лули Вилма. Боль в твоем сердце. Постижение самого себя, процесс не только интересный, но и дарующий счастье. Нет более увлекательного занятия, чем познание самого себя. Человек, открывающий в себе все новые пласты, не только приобретает знания, но и начинает использовать их в целях собственного развития. Это ему не надоедает, хоть он и знает, что процесс этот бесконечен. Для него это не насильственное изменение себя, а изменение, благодатное для души. Лучший врач для человека, он сам. Вероятно, вы уже испытали это на себе. Чтобы лучше помочь пациенту следует овладеть языком стрессов. Продолжаю старую тему на основе новых, уточненных деталей. Поскольку первоначальный бум на духовность в Эстонии миновал, я верю, что эту книгу будут читать те, кто начал серьезно заниматься собой. Поэтому я осмеливаюсь более подробно остановиться на собственных заблуждениях, связанных с поисками самой себя. Говорить об этом я намерена честно, без закивоков. Я убедилась в том, что рассказы о чужих историях, будь то письменные или устные, помогают уловить мысли, ведущие к узнаванию самого себя. Одна мысль рождает другую, та, третью и так далее. Пока цепочка не приведет к потайной дверце, скрывающей сущность некой и черты характера иной раз приходится возвращаться в предыдущие жизни, а чаще упираться в некий момент жизни нынешней, мимо которого человек столько раз проскакивал, не замечая его. Душа-то, возможно, и трепахнется в этот миг, однако сила и мощь разума приказывают сосредоточиться на другом. Познавая себя и помогая пациентам встать на путь самопознания, я настолько в себя поверила, что осмеливаюсь писать о проблемах, которые еще недавно причиняли мне сердечную боль. Нынешняя, четвертая книга и следующая, пятая, вызрели одновременно и параллельно, ибо поначалу задумывались как одна. Работать над рукописью было интересно, поскольку я углублялась в последствия фактов, представлявшихся мне мелочами, и теперь могу со спокойной совестью повторить жизненную истину. Мелочь, дело важное, а важное дело – мелочь. Простое является сложным, сложное – простым. Трудное является легким, легкое – трудным. Трудно лечить болезнь, духовное содержание которой больной скрывает даже от самого себя. Лечение этой же болезни становится легким, когда больной признает свои стрессы. Желание слыть хорошим человеком сродни сказочному злому духу, который превратил человека в вечного стражника сокровищ своей души и не подпускает к ним даже самого владельца. Умереть в нищете, обладая богатством, такое бывает не только в сказках. Всякая болезнь – тоже богатство. Если бы человек знал волшебное слово «прости», то знал бы, кому это слово адресовать, и все потайные двери открылись бы перед ним одна за другой. Тогда никому не пришлось бы блуждать да ковыряться в потемках его души. Блуждать я давно уже не блуждаю. А ковыряться, вернее, копаться все еще приходится. Мечтаю о том времени, когда ей этого не понадобится, о том времени, когда больной придет мне на помощь, как друг, чтобы отыскать первопричину своей болезни. Но не для того, чтобы истребить болезнь, как врага, а чтобы уяснить ее корни и высвободить их с помощью волшебных слов. Эти корни, или причины, составляют прошлое, как в духовном, так и в физическом смысле. Духовное прошлое – это предыдущие жизни самого человека. Физическое прошлое – это предки и их деяния. Заблуждения являют собой обоюдное зеркальное отражение их обоих. Духовное прошлое отражается в физическом прошлом. Если человеку не приходит в голову начать познавать себя через невидимое, то самопознание через видимое для него куда реальнее. Высвобождение одного высвобождает и другое. Неважно, с какого конца начинать. Ведь все сущее – это лишь энергия. Различие между разными видами энергии заключается попросту в том, что одни виды более густые и потому видимые, другие же более разреженные и потому невидимые. Если в предыдущей жизни вы были женщиной, то в жизни нынешней обладаете той, былой женской энергией и притягиваете ею к себе подобную же женщину. Иначе говоря, ваша спутница в настоящей жизни воплощает в себе те же женские качества, которые были свойственны вам в прежней жизни и в апостаси женщины. И, соответственно, ваш теперешний спутник жизни обладает теми мужскими качествами, которыми обладали вы в предыдущей жизни, пребывая тогда в апостаси мужчины. В конце предыдущей жизни и в начале следующий человек совершен, а одинаков. Энергия завершения его предыдущей жизни равна велико сумме энергии его родителей в момент зачатия ребенка. Жизнь не запрещает заблуждающемуся человеку жить дальше. Книга 2. Лули Вилма. Избавление от любых болезней. Целительный справочник. Лишь человеку даровано способность отдавать что-либо другим и принимать то, что дают другие. Чем больше эта способность реализуется только в материальной плоскости, тем сильнее отдающий помышляет лишь о своей корысти, о берущей, о своей. До такого примитивного состояния человека низводят невидимые силы, а ниже стрессы. Высвобождая стрессы, человек перестает ощущать себя узником и обретает в себе человека. Постижение самого себя – процесс не только интересный, но и дарующий счастье. Люди привыкли считать болезнью нарушения физических функций тела, которые ведут к нарушению нормальной жизни. Даже психические недуги современная медицина стремится объяснить органическими поломками. Но, несмотря на все достижения современной медицины, зачастую она не может дать ответы на вопросы, от чего возникает та или иная болезнь и как с ней справиться. Почему? Виилмы считает, что болезнь, физическое страдание человека есть состояние, при котором негативность энергии превысила критическую черту, и организм, как целое, вышел из равновесия. Тело информирует нас об этом, чтобы мы могли исправить ошибку. Оно давно информировало нас всевозможными неприятными ощущениями, но поскольку мы не обращали внимания и не реагировали, то тело заболело. Душевная боль, из которой выводов не сделано, перерастает в физическую. Тем самым тело привлекает внимание к ситуации, которая нуждается в исправлении. Подавление болевого сигнала с помощью обезболивающего означает усугубление патологии. Теперь болезнь должна усилиться, чтобы человек осознал новый сигнал тревоги. Первопричиной каждой болезни является стресс, степень которого определяет характер болезни. Что это дает нам? Надежду излечиться, научившись слышать свое тело и понимая те сигналы, которые подает нам болезнь. Идя вслед за Виилмой, используя ее мудрость, мы получаем возможность избавиться от тех недугов, которые не в силах победить традиционная медицина. Виилма не отрицала медицину и не призывала отказываться от помощи врачей. Более того, некоторые болезни она настоятельно не рекомендовала лечить только силой мысли. Поэтому при тревожащих симптомах обязательно пройдите необходимые исследования и курс лечения. Используйте помощь Виилмы и принципы, которые изложены в ее книгах, не вместо лечения, а вместе с ним. Эта книга поможет вам понять, как трактует причины и течения той или иной болезни традиционная медицина и Виилма. Работать с книгой очень просто. Все болезни сгруппированы по привычным признакам в 14 разделов, например, болезни крови, кровотворных органов и системы кровообращения и болезни органов пищеварительной системы. Разделы состоят из перечни болезней, для каждого заболевания дано краткое традиционное описание, а также то, как причины его возникновения трактовала Виилма и какие способы избавления предлагала. Эта книга — скорая помощь для того, кто, узнав о диагнозе, не хочет ждать, он может начинать работать над собой уже сейчас, сразу, постепенно дополняя и расширяя свои знания, при необходимости используя все книги Виилмы, которые были выпущены ранее. Но эта книга поможет и тем, кто уже хорошо знаком с работами Лули Виилмы, освежить свои знания, напомнит о важности основных истин, ведь повторение — мать учения. Как говорила Лули Виилма. Кто хочет собирать плоды, что растут в здешнем саду учения, тот должен превратить всю свою жизнь в беспрестанные упражнения. Книга 3. Лули Виилма. Книга надежда, книга спасения. Исцеление от любой болезни силой любви. Лули Виилма была уверена, что каждый сам несет ответственность за свою жизнь, а значит только сам может изменить ее. Она говорила. Люди бывают разные. Кто-то глуп, кто-то ленив, а кто-то просто никуда не годится. Встречаются такие, у которых присутствуют все эти качества, а жизнь у них складывается неплохо. К примеру, работает такой человек бок о бок с умными, работящими и энергичными людьми, а дело разваливается. Объявляется банкротство. Один трудяга из-за этого умирает. Второй попадает в больницу. Третий лечится в домашних условиях. Четвертый оказывается за решеткой. А он, этот дурак и ленивец, расхаживает выпить и в грудь, и здоровый как бык. Почему так несправедливо устроена жизнь? Нет, жизнь-то как раз справедлива. Жизнь выявляет истину. Жизнь показывает, что этот человек способен преодолеть любые преграды, ибо искренне верит, что не бывает безвыходных ситуаций. Даже если сейчас у вас есть вредные привычки, вы можете избавиться от них, понимая, что они только симптомы, а причины лежат намного глубже. Даже если ваша жизнь, как вам кажется, идет под откос, в ней происходит только плохое, вы можете прекратить это. Вот как говорила Вилма. В начале каждой беседы я говорю то, что человеку следует знать, чтобы понимать меня. Чтобы вообще понимать кого-либо или что-либо, нужно помнить. Не бывает плохих людей, но в каждом человеке есть плохое. Мы являемся на этот свет, чтобы плохое исправить. Каждый является исправлять свое плохое, это и есть жизнь. Жизнь продолжается, покуда есть плохое, требующее исправления. Проще говоря, жизнь продолжается, покуда есть работа. Пожалуйста, не читайте дальше, пока вы не уяснили смысла этого абзаца. Итак, поверьте, что вы можете изменить свою жизнь, извлеките урок из всего плохого, что происходило с вами, перестаньте губить себя, начините работу над собой и своей жизнью прямо сейчас. Первопричина всего. Первопричина всего. Лицо нашего характера. Я открываю тайны духовного мира, нахожу знания, которые есть у каждого человека внутри, и у каждого человека есть все энергии, какие только во Вселенной находятся. И если вы или читаете про стрессы, или слышите о них, или видите, как какой-то человек показывает, что делают с ним его стрессы, то есть показывает своим поведением что-то хорошее или плохое, и это вам видно и слышно, то это говорит ваш стресс, потому что мы видим везде только самих себя. Когда развиваемся дальше, то есть, освобождаем из себя. А каждый из нас, любовь, освобождаем из любви определенные стрессы, тогда мы эти стрессы в других не видим. Потому что этот другой человек даже со своим определенным стрессом проходит как бы сквозь меня или мимо, не задевая меня. Я не провоцирую своим определенным стрессом проявление его стресса. Мы можем освободить любой стресс, мы можем освободить свои первоначальные стрессы, которых только два, и они называются. Моя мама и мой папа. Потому что, кроме их энергий, у меня, когда я прихожу в этот мир, других энергий нет. Когда мы умираем в прошлой жизни, то та энергетика, которой мы обладали к моменту смерти, используется для прихода в эту жизнь, которая начинается с момента зачатия. Так что моя мама и мой папа в сумме и есть я. Если я женщина, то я женщина от того, что у меня женское тело, то есть женская материальная оболочка. Материальное тело является внешностью, а внутри у меня – папа. Почему женщины такие устойчивые и почему женщины во всем мире живут так долго по сравнению с мужчинами? Благодаря мужчинам, милые женщины. А они та устойчивость, которая держит нас изнутри. А почему мужчины такие хрупкие, почему они так быстро уходят из этого мира? Потому что они лишь внешне мужчины, а внутри они – женщины. И очень, очень важно, как вы, милые мужчины, относитесь к своей маме. Потому что вы – это женщины, и насколько вы понимаете маму, то есть относитесь к ней из любви, настолько вы видите женщин тоже такими, какие они есть. Видите не только их характер, который представляет собой лишь накопленные положительные и отрицательные знания. Символически энергию характера можно представить себе как ежика. Вы видели когда-нибудь иглы ежа? Как они располагаются, параллельны они или пересекаются? Когда иголки поднимаются, тогда поднимаются их кончики, которые сходятся внизу как ножницы, правильно? И опускаются так же. Вот это и говорит, что в характере человека есть то же, что во всем на земном шаре, то есть два конца. Хорошо и плохо. И все эти стрессы, которые копятся у нас внутри, могут стать такими большими, что не поместятся уже в человеке. Как жить? Скажем, выросла башня одной энергии, башня другой энергии, еще разные энергии в количестве n плюс один. И мы, люди, духовные существа, пришли в этот мир заботиться о том, чтобы наши стрессы не выросли такими большими, что стали бы больше самого человека. А если станут, то они превращаются в черты характера. И часто говорят, что все можно изменить в этом мире, но характер останется. И изменить характер, это значит переосмыслить жизнь и с умом освободиться от плохого, чтобы достичь вожделенной цели. Это сложнее, чем вы думаете, и проще, чем подозреваете. А тот, кто не научится делать по-умному, будет вынужден учиться через страдания. И иной человек, в который раз проживает жизнь в мучениях, чтобы исправить одну из черт характера. К сожалению, от такого характера мы в результате умрем, потому что наши заболевания и наши страдания, которые сопровождают заболевания, это ведь лицо нашего характера. И оправдывать себя тем, что у меня такой характер. Бессмысленно, просто глупо. Когда человек утешает себя, оправдывает себя своим характером, то этот человек не понимает, кто он есть на самом деле, путает характер, и самого себя. И так постепенно, так как подобные притягивают подобные, те энергии, которые у нас внутри уже есть, растут все больше и больше, так как притягивают к себе подобные энергии. И вот эти иглы ежа растут все больше, выше, длиннее. И тогда, неважно, положительные или отрицательные раздражения нам встречаются, мы, как ежик, поднимаем свои иглы. И что делаем? Конечно, защищаем себя. А человек, который защищает себя, это человек, который не умеет жить, он не умеет быть собой, то есть человеком. Он не умеет быть любовью, он хочет любить и хочет быть любимым. А как он может любить, если его самого нет? Или как его любить, если его нет? Тогда придут любить его тело, друга его. И он продает свое тело. И этим всем доказывает, что любит и имеет право требовать, чтобы его любили. А разочарование все хуже и хуже. Потому что человек, духовное существо, путает два уровня. Человек в стрессах, как ежик. У каждого человека есть стрессы, но не все люди в стрессах. Когда мы в стрессе, когда мы действительно попали в такую глубокую яму, тогда можно освободить стрессы. И наши стрессы уменьшаются, уменьшаются и в один момент укоротятся, как иглы ежика. Каким тогда станет наш ежик? Таким мягким будет, таким милым. А если мы все эти иглы одну за другой вонзим в его кожу и не дадим выходить, что тогда будет? Прежде чем ежик погибнет, он как дикий зверь набросится на вас еще сильнее. И даже после смерти этот труп может так испачкать, что вы будете источать зловоние целый век, а может быть, и дольше. Все стрессы берут начало от страха, что меня не любят. Книга 4. Луули Вилма. Любовь лечит тело. Самый полный путеводитель по методу Луули Вилмы. Учебник здоровья. Первопричину любой болезни следует искать в самом человеке. Видимое, физическая болезнь берет свое начало на тонком, духовном уровне. Человек создает энергетическую предпосылку для возникновения заболеваний, притягивая своими мыслями стрессы. Если человек научится высвобождать стрессы, то болезнь отступает. Этот удивительный метод открыла и доказала на практике доктор Луули Вилма. Через все ее учение проходит мысль о том, что лечить можно только любовью. Перед вами книга, которая поможет разобраться в сложном мире взаимосвязи болезней и стрессов. В ней представлен самый полный путеводитель по болезням и стрессам, который не только поможет читателю быстро определить, какой именно стресс надо отпустить, но и позволит найти подробные, данные с любовью, описание проблемы в конкретной книге доктора Вилмы. Каждому читателю будет интересно узнать из этой книги о взгляде Луули Вилмы на взаимоотношения женщины и мужчины. Книга содержит также интервью Сарва Вилма, из которого читатели узнают много нового о жизни доктора Вилмы, и фотографии из семейного архива. Со стрессами можно разговаривать, как с людьми. И если человек научится высвобождать стрессы, то болезнь отступит. К такому выводу пришла эстонский врач Луули Вилма, которая за свою жизнь написала множество бесценных книг и помогла сотням тысяч людей выздороветь, обрести счастье по новому понятию почувствовать свой организм. Книга, которую вы держите в руках, помогает разобраться в сложном мире взаимосвязи болезней и стрессов. В ней представлен самый полный путеводитель по болезням и стрессам и уникальная методика высвобождения стрессов. Пользуясь этой книгой, читатель быстро найдет заболевание, стресс, являющийся первопричиной болезни, и указание на то, в какой конкретной книге Луули Вилмы и в какой главе можно найти подробное описание проблемы. Эксклюзивное интервью с мужем Вилмы, Арва, фотографии из семейного архива, прощальное послание Луули, ее взгляд на взаимоотношения женщины и мужчины и мудрые мысли о любви делают эту книгу бесценным подарком для себя и своих близких. Постижение самого себя – процесс не только интересный, но и дарующий счастье. Нет более увлекательного занятия, чем познание самого себя. Человек, открывающий в себе все новые пласты, не только приобретает знания, но и начинает использовать их в целях собственного развития. Это ему не надоедает, хоть он и знает, что процесс этот бесконечен. Для него это не насильственное изменение себя, а изменение, благодатное для души. Луули Вилма О стрессах и прощении Идея высвобождения стрессов не только пронизывает мои книги, но и является единственной истинной ценностью труда всей моей жизни. Луули Вилма Кто мы? Мы – люди, духовные существа. И приходим в этот мир, чтобы жить и развиваться. В этом физическом, проявленном мире у нас есть друг. И единственный, который не бросит нас до конца жизни. И этот друг – наше тело. Тело – зеркало нашего духовного развития. Все могут обмануть нас, польстить, сказать, какие мы хорошие, добрые и справедливые. Мы сами можем убедить себя и других в том, что мы такие и есть. Но тело всегда скажет нам о нас правду, его невозможно подкупить. И правду эту оно скажет очень просто через болезни. Болезнь – это не просто сбой в работе одного органа или системы, которые почему-то вышли из строя. Болезнь, как определяет ее Луули Вилма, – это состояние, при котором негативность энергии превысила критическую черту, и организм, как целое, вышел из равновесия. Тело информирует нас об этом, чтобы мы могли исправить ошибку. Оно давно информировало нас всевозможными неприятными ощущениями, но поскольку мы не обращали внимания и не реагировали, то тело заболело. Тем самым тело через физические страдания, привлекает наше внимание к ситуации, которая нуждается в исправлении. Как же наше тело накапливает эту негативность энергии? Вилма пишет, что первопричиной каждой болезни является стресс, степень которого определяет характер болезни. Стресс – это напряженное состояние организма, возникающий как защитная реакция на негативные или плохие раздражители. Стресс – это невидимая глазу энергетическая связь с плохим. Все, что для конкретного человека плохо, является стрессом. Все, что для конкретного человека плохо, является стрессом. Об авторе. Луули Вилма, врач, акушер-гинеколог. После 23-летней блистательной практики в этой профессии, она обнаружила в себе дар исцеления самых тяжелых болезней. Луули Вилма пришла к выводу, что каждый человек может исцелить себя сам, если его научить освобождаться от причин болезни. Требуются лишь желание и воля. Учение Вилма основано на любви и прощении. Оно помогает не только излечиться от конкретной болезни, но и найти свою дорогу к счастью, покою и гармонии. Эта книга посвящена избавлению от самых распространенных причин болезней. Книги доктора Луули Вилмы помогают нам понять, что в любой болезни, в любом страдании всегда кроется возможность, возможность лучше узнать себя, изжить страхи, отказаться от ненависти и тем самым обрести лучшую жизнь, счастье и, самое главное, здоровье. Прикоснитесь к знанию, которое несет здоровье. Тысячи пациентов исцелились от самых тяжелых болезней, изучив книги Вилмы. Теперь, ваша очередь. Эти выдержки из книг – удивительный справочник здоровья. В них вы найдете описание огромного количества заболеваний, истинные причины их возникновения и советы Вилмы по избавлению от них. Слова Луули Вилмы – теплые и нежные, честные и справедливые – это и есть лучшие лекарства от любой болезни. Это не просто справочник, это самая настоящая аптека. Слушайте и будьте здоровы. Отзывы читателей о книгах. Эта книга буквально открыла мне глаза на причины всех моих недугов. Так просто, понятно, с любовью автор подводит нас к «Понимаю самого главного» – мы сами творцы и болезни своей, и своего здоровья. Иванг. Н. Новгород. Сколько мусора, сколько грязи, сколько хлама обнаружил я в своей душе благодаря этой книге. И не только обнаружил, но начал вычищать. Уже одно осознание проблем заметно улучшило мое состояние, помогло мне бросить курить и избавиться от страхов. Теперь я целенаправленно работаю над избавлением от болезни. С. Л. Москва. Книги Вилмы бесценны для родителей, ведь только от нас пока зависит настоящее и будущее здоровье наших детей. Теперь у нас есть все возможности, чтобы вырастить здоровое поколение. Евгений. Архангельск. Избавиться от дурных привычек тела было не так сложно, но вот освободиться от дурных мыслей, разъедающих душу – нелегкая работа. Но я верю, что все получится, ведь нас ведет по пути к здоровью доктор Вилма, которая, пусть и незримо, всегда рядом с нами. Юлия Т. Самара. Спасибо составителям книги за каждое слово доктора Лууле, донесенное до нас, за эти волны света и любви, льющиеся со страниц книги. Марта Г. Санкт-Петербург. Замечательная книга для тех, кто не хочет больше болеть, кто хочет сохранить на долгие годы здоровое тело и дух. Светлана Б. Калининград. Замечательный справочник. Огромное количество полезной информации по самым разным недугам, представленной точкой зрения официальной медицины, и теплая, наполненная любовью и светом, слова Луули Вилмы, открывающая нам настоящую причину болезни. Андрей Е. Санкт-Петербург. Книга очень удобно устроена, все заболевания сгруппированы по системам, легко найти нужное. И информация точная, советы емкие и полезные. Эрина А. Уфа. Прекрасная книга для почитателей творчества доктора Вилмы и ее последователей. А она отлично дополняет тома, посвященные отдельным заболеваниям. Книгу очень удобно брать с собой в поездки, на отдых, в небольшом объеме сконцентрированы самые важные мысли из книг нашего любимого доктора Луули. Светлана И. Иркутск. Болезнь стала для меня неожиданностью. И я сидел в растерянности, перебирая книги Вилмы, не понимая, в какой из них мне искать ответы на мои вопросы, советы по лечению. И тут эта книга. Ответ был найден сразу же, и я уже приступил к работе по преодолению недуга. В конце января 2002 года автомобиль, в котором ехала Луули Вилма с мужем, столкнулся с машиной, вылетевшей со встречной полосы. Это было почти лобовое столкновение. Через два часа на реанимационном столе сердце Вилмы остановилось. Но остались книги Луули Вилмы и остались люди, которые кропотливо изучают ее наследие. До сих пор не иссякает поток писем на имя Вилмы, до сих пор есть те, кто надеется на ее помощь. Ведь жизнь идет и ставит перед нами новые и новые задачи. Именно поэтому наследниками Луули Вилмы было принято непростое решение, на основе имеющихся рукописей публиковать новые книги, в которых более детально рассмотрены те или иные вопросы. Теперь я понимаю, почему моя жизнь была полна страданий и перемалывала меня, будто жерновами, — это слова из прощального письма Лули Вилмы, зачитанного на ее похоронах. Заболевая даже пустяковой болезнью, мы вопрошаем. За что? И тем более пытаемся понять, чем заслужили болезнь, если нас настигает серьезный недуг. Книги Лули Вилмы помогают нам понять, что в любой болезни, в любом страдании всегда кроется возможность, возможность лучше узнать себя, изжить страхи, отказаться от ненависти и тем самым обрести лучшую жизнь, счастье и здоровье. Вилма говорила об этом так. Счастлива та жизнь, в которой есть в меру хорошего, считающегося не только хорошим, и в меру плохого, считающегося не только плохим. Конец ознакомительного фрагмента. Полную версию аудиокниги вы можете приобрести за 100 рублей в формате mp3. Аудиофайл, или за 400 рублей в формате mp4. Видеофайл с иллюстрациями, в моей группе ВКонтакте, по ссылке в описании ролика. Видеофайл, или за 400 рублей в формате мп4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова